Сара Арабат превосходен, дружелюбная атмосфера, очень хорошая, расслабленная, очень много ресторанов, очень много веранд, очень много дорогих бутиков, магазинов, так, так, радиоэнерджи у нас тут играет, все превосходно, направо повернули, говорят, что нужно повернуть налево и потом направо. Это уже не Пушкинская площадь, это начало Страстного бульвара, но тоже, вот видите, очень много автозаков, сегодня полиция подготовилась гораздо тщательнее, гораздо и больше, чем в прошлый раз, чем неделю назад, не знаю, с чем это связано, может быть, они чего-то ждут, ожидают. Так меня сотрудник полиции не пускает, извините. А меня сотрудник полиции не пускать по тротуару. Значит, не надо на этот тротуар идти, значит, надо идти на тот день, три года. Мне сказали, если меня не пускает сотрудник полиции, значит, не надо идти по этому тротуару. Действительно, а где же мне идти? Здравствуйте, вы не боитесь сейчас задержаний? Сотрудники полиции задерживают всех, вот абсолютно всех. Я знаю, я знаю, что у них есть оттазаки для инвалидов. Друзья, пожалуйста, причину моего задержания. Далее, давайте. Причину моего задержания. Причину моего задержания. Блин. Так, друзья, мне выбили камеру, извиняюсь, сотрудники полиции. Федорович, Андрей, команду, если вам можно, чтобы вы уже берегулись, берегулись. Как вас зовут? Питайтесь, пожалуйста, как вас зовут? Питаю, Фабер Смитович. Паминевич, Розна. Стойте, стойте, пара щитов. Прикрепилите меня, пути над меня. Серьезно. Сейчас, ребята, парняши, господа. Можно? Памин, пожалуйста, на минуту, на секунду. Смитите, ребят. Смитите, смитите. Паминевин, сходите. Достоверений не было, они были в масках. Это вообще не на бандитов больше похоже. Просто украли человека. Вам не страшно после этого? Нет, нет, нет. Мне не страшно, нет. А чего бояться? Ну как чего, сейчас тоже подойдут в масках. Мы все будут так бояться. Мы так никуда не продвинемся. И сейчас девушки задержат. Пойдите мне мою сумку. Так, тихо. Да вы не толкаетесь, е-мое. Не толкаетесь. Уже столько всего произошло, что нет уже другого выбора, кроме как выходить на улицу. Если смотреть на прошлый год, в прошлом году людей забрали. Сколько? 1300 человек забирали. Было московское дело, да. Вот. Избивали. Люди сейчас понимают, что это опасно. Все это наличие людей здесь в униформе, это незаконно. Все это понимают. Но грамотно сейчас это никто сделать не может. В регионах не объяснить, что мы не хотим не выходить. Мы просто понимаем, что если вот даже таким небольшим количеством выйти, мы еще ничего сделать не сможем. Это вот надо максимально как-то подтягивать людей. Поэтому я и говорю, что в лицо еще не дали. Но как только это случится, тогда и акции никакие согласовы не будут. А когда вот кулаком дадут, то что обрушат экономику, рубль упадет? Ну, есть некоторые слухи такие, да, что осенью мы все почувствуем на себе вот эту денежную ситуацию, когда денег ни у кого не будет. Еще безработица, экономика падает, доллар то вверх, то вниз, да. Мы это все прочувствуем. А голодный человек, он по неволе выходит на улицу. Вот побежали сотрудники полиции, побежали сотрудники полиции. Так, сотрудники полиции пошли в задержание сразу, момент. Так, кричат, работаем. Так, оцепили сквер. Оцепили сквер. Почему вы просто не распускаете саду и капрессы? Вы расходиться будете, вас просят разойтись. А вот Владимир Путин говорит, вы что хотите, как в Париже? Вы хотите, чтобы у нас Саакашвили бегали по площадям? Я хочу, как в Париже. Почему? Было бы круто, что здесь, в Париже, тут Саакашвили. Так он говорит, вы что хотите, чтобы у нас Саакашвили по крышам и по площадям бегали? А для того, чтобы этого не было, у нас должна власть работать, а не уничтожать наше население. А мы хотим, как Сабаровский, сто тысяч, чтобы собрал. Нас просят уйти, но не выпускают, мы не знаем, что делать. А, вас не выпускают, да? Так нас в котел взяли. Уважаемые граждане, неакция не согласована, просьба разойтись. Да, прилично, пока всех не задержали, так думаю. Пошли, все, задержание пошли. Пошли, задержание, пошли, задержание. Ой-ой-ой, осторожно, осторожно. Ребятушка, ребят, тихо, тихо, больно. Что делаешь-то? Началось Винтилово, ребята, началось Винтилово конкретное. Вот вы сейчас сидите, да? И подойдут сотрудники полиции, скажут, ваша акция не согласована, и возьмут вас. Нет, я уже боюсь, что меня переломают. Уже меня плечи ломают, бьют палками. Вот этого я боюсь. А так, ну, заберу, конечно, будет. Страх есть у вас, да, определенный? Не, ну, жалко, семья, ну, что же меня, у меня еще, что, я только еще молодая, пенсионер, можно сказать. И чего, я вся буду переломанная. Так я работаю. А ломали ноги сотрудники полиции. Константину Коновалову, дизайнеру. Да, да, полно. Вот корреспонденту медиазоны недавно, Фрэнкелю в Петербурге. На согласованных, на согласованных, на Сахарова прям хватали, закончился акция, согласованный митинг. И прям парня схватили и сломали руку при мне прямо. На согласованном митинге сломали руку? Да, 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 да. Это было вот уже, я не знаю, год, что ли, два прошло. Такое уже было, но в единицах. А сейчас уже массово ломают. Это что за страна? Ломаю. А за что ее взяли? Что произошло? Просто взяли, подошли. Да просто подошли старуху, потому что старуха самая беззащитная, да? Потому что старуху наружно митинге, она же не обвинетит, да? Еще, еще задержание. Так, задержание. Еще одного. Смотри, в каком количестве. Ого, очень много, да, очень много полиции. Москва с Хабаровском. Молодцы, ребята. Не то, что мы здесь. Молодцы, организовывали. Ну и, конечно, Хабаровск мы с тобой, а Путина долой. Продолжение следует.